Это нижняя станция фуникулера. Сегодня один из немногих солнечных дней в Тбилиси. Я поднимаюсь на гору Тацминда. Тацминда переводится как «Святая гора». 740 метров. Она стоит на правом берегу Куры и является частью Криолетского хребта. А с обзорной площадки открываются такие замечательные виды. Можно разглядеть почти все достопримечательности. Дворец президента, храм Тцминда-Самеба, мост мира. Вот он, настоящий талисман горы Тацминда. Котики, котики, как я вас люблю, котики! Выгнув спину, он по-хозяйски идет по парапетам, глядя на прекрасные виды Тбилиси. Я спускаюсь в средние станции фуникулера. Здесь стоит храм святого Давида, Давида Гриджийского и пантеон. Он открыт официально в 1929 году, в сотлетней годовщине трагической гиблии Грибоедова в Иране. Поэта, писателя, дипломата, растерзанного в Тегеране фанатиками. Нина Чевчевадзе, юная 16-летняя супруга Грибоедова, потеряла ребенка и осталась вдовой на всю жизнь. Умерла она от холеры, которой заразилась, ухаживая за больными во время эпидемии в 1857 году. Она завещала похоронить ее рядом с мужем. И на надгробе Грибоедова сбоку мы читаем «Умы дела твоей бессмертной в памяти русской, но для чего пережила тебя любовь моя?» Существуют разные мнения по поводу пантеона и захоронений в нем. По воспоминаниям Архимандрида Рафаила, раньше здесь было кладбище, где хранили монахов. А затем, незадолго до революции, стали хранить выдающихся деятелей. После революции здесь стали хранить революционеров, но потом их перезахоронили. В пантеоне похоронен поэт и общественный деятель Илья Чевчевадзе. За служение народу в 1987 году он был канонизирован как святой Илья Праведный. Сейчас здесь могила театральных деятелей, артистов, художников. Могила Кате Марджинишвили, режиссера театра Марджинишвили. Памятник артисту балета Вахтангу Чебукиане. Две руки, воздетые к небу. Это памятник художнику Гудяшвили. А это памятник актеру Серго Закаридзе, известному по фильму «Отец солдата». Здесь же есть могила матери Сталина Екатерины Геладзе. Гором Тацминда называют святой благодаря церкви святого Давида, мама Давити, построенной в VI столетии. На месте жительства Давида Гориджийского, одного из ассирийских отцов, создателем грузинского монашества. В V веке он жил в пещере за городом и один раз в неделю спускался на рынок. Существует легенда, что противники христианства, решив погубить Давида, обвинили его в совращении незамужней женщины. На суде он доказал лживость обвинения, а девушку, которая оклеветала его, родила камень. А он удалился в недоступную глушь и создал там монастырь. Давид молился о спасении души обманщицы и просил помочь всем женщинам, которые не могли иметь детей. Услышав молитвы Давида, Господь указал ему на святой источник с целебной водой. Вот здесь была келья святого Давида. И находится маленькая церковь Иверской иконы Божьей Матери. Сюда часто приходят верующие, окунаются в святой источник, особенно женщины, страдающие бесплодием и имеющие проблемы с вынашиванием ребенка. Это келья святого Давида. На месте храма часовни Давида в X веке выстроили храм Мама Давиде на склоне горын-Тацминда. Его перестраивали в XVI веке, а после разрушения поставили новый в 1855 году. Здесь отмечают ежегодно Мама Давидобу. Церковный праздник, посвященный Давиду Гориджийскому. Храм небольшой, скромный. В самом храме и около него ряд захоронений дореволюционного времени. Внутри церкви изображение грузинских святых. Ряду храм преображения Господь. Я еще раз бросаю взгляд на горын-Тацминда и отправляюсь исследовать второй район Салалаки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова